Вашему вниманию предоставляется наше обсуждение взаимное о вопросах нарушениях ритма, потому что с этим вопросом, как правило, больные идут к кардиологу. И наша лекция посвящена ответам на эти вопросы. А в актуальной системе свидетельствует многочисленное собрание в этой уважаемой аудитории. Пациенты с фибрилляцией предсердия это очень разные, но у них есть один общий признак. Это аритмия, которой нужно либо победить, либо полюбить и научиться с ней жить. Аритмия это не просто ритм, потерявший регулярность. Это состояние, при котором снижается работоспособность, беспокоит одышка, появляется склонность к тромбозам. Именно поэтому аритмия и её лечение интересуют всех. Если тромбы образовались, то их пытаются лизировать. Если не образовались, то ищут препараты для их профилактики. Именно для этого придуманы антикоагулянты. Цели антикоагулянтной терапии грандиозны. Но при этом часть больных почему-то не получает антикоагулянты. И в частности потому, что многие врачи их не назначают. В чём же причина забвения? Предлагаю свою точку зрения. Дело в том, что происходит невежество и неправильное отношение к принципу «не навреди», потому что этот принцип искажён. Отсутствие антикоагулянтов в лечении приводит к тому, что пациенты с фибрилляцией предсердий подвергаются риску осложнений. Откуда же берётся аритмия? Запускают аритмию импульсы, чаще из устьев лёгочных и полых вен. Если у здорового человека вдруг возникла аритмия, то она, как правило, сама и проходит. Для закрепления аритмии необходимо сочетание патологических факторов. Поддержание аритмии способствует постепенное, часто возрастное изменение структуры миокарда, так называемое ремоделирование. В результате ремоделирования происходит изменение структуры проводящей системы сердца. Импульсы теряют привычный ход и возникает хаос. Ремоделированный миокард становится субстратом для аритмии. А изменённая структура не только поддерживает аритмию, но и становится причиной неэффективного лечения. Обычно об аритмии больной не знает. Основное беспокойство – появление одышки, учащённое сердцебиение и странный пульс. Мы знаем, что аритмии бывают разные. Диагноз основан на регистрации аритмии на ЭКГ. На слуху два варианта клинической значимой наджелудочной аритмии – трепетание и фибрилляция предсердий. Трепетание и фибрилляция предсердий – братья, но не близнецы. По сути, возникновения они очень похожи. При трепетании предсердий на ЭКГ видны крупные волны сокращения предсердий, так называемые и всем нам известные волны F, которые отличаются от мелких волн при фибрилляции предсердий. Хочется уточнить, что мерцательная аритмия и фибрилляция предсердий – это одно и то же, и термин мерцательная аритмия используется только в России. Факторы риска возникновения любой болезни – это неблагоприятные условия, которые запускают патологические процессы. Какие же факторы приводят к эмболии? Для принятия решения о методе профилактики эмболии у каждого пациента необходимо оценить риск развития данного осложнения. Шкала Чарльз-ВАЗ-2 объединяет 7 основных факторов риска эмболии. Это, все это представлено на слайде, хроническая сердечная недостаточность, гипертония, возраст, сахарный диабет, инсульт в анамнезе, ангиопатии и, внимание, женский пол. Шкала Чарльз-ВАЗ-2 не используется у пациентов, принимающих постоянно варфарин в связи с протезированием клапанов сердца и тяжелым ревматическом стенозе. Использование шкалы Чарльз-ВАЗ-2 позволяет выделить пациентов, которые обойдутся без антикоагулянтов. У мужчин прием антикоагулянтов можно начинать с 2 баллов, а у женщин с 3. На слайде алгоритм использования шкалы Чарльз-ВАЗ-2. Выделена группа больных с фибрилляцией предсердием, которым вообще не нужно пить антикоагулянты. Критерий исключения – недостаточное количество баллов. По современным рекомендациям аспирин в лечении больных с фибрилляцией предсердии вообще не используется. Давайте потренируемся в работе со шкалой Чарльз-ВАЗ-2. Перед нами пенсионер, 82 лет, с мерцательной аритмией, артериальной гипертензией и перенесенным инсультом. Подсчитаем. Инсульт в анамнезе – 2 балла. Возраст старше 75 лет – еще 2 балла. Артериальная гипертензия – 1 балл. Итого 5 баллов. Рис высокий. Значит, 5 баллов. И этот больной будет принимать антикоагулянты. Его зовут Карлсон. Ему 53 года. Принес инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование. Имеет неклапанную патологию сердца. Фракция выброса нормальная. Сердечной недостаточности нет. Подсчитаем. Не имеет сердечной недостаточности. Молот. Старше 65 лет. Нет дополнительных факторов риска. Итак, 1 балл. Значит, принимать антикоагулянты не нужно. Молодая женщина. Мама малыша. По некоторым версиям. И мама дяди Фёдора. С редкими приставами фибрилляции предсердий. За пол назначим 1 балл. Артериальная гипертензия – еще 1 балл. Сахарный диабет – 1 балл. Итого 3. Ещё недавнее маме дяди Фёдора назначили вот только 1 аспирин. Сейчас мама дяди Фёдора имеет 3 балла. Значит, будет принимать антикоагулянты. Неунывающая, вечно движущая Фрэкенбок. Ведь она надежно защищена варфарином, который она принимает ещё с моего детства. Важно помнить, что шкала не используется при ревматизме. Помните, мы говорили об этом? Так как варфарин должен применяться у всех в обязательном порядке. Папа-малыша. Фибрилляции предсердия не было. Но есть сосудистые заболевания – болезнь двериша. Антикоагулянт нужен? Шкала используется только для больных с фибрилляцией предсердий. Исключение – некоторые клинические ситуации. Тромбоэмболии, антифосфолипидный синдром, тромбоз глубоких вен. Поэтому папе-малыша принимать антикоагулянты не требуется. Как выбрать и с чего начать? Известна русская тема. Выбор огромен. Начнём с варфарина. Варфарин с активностью против витамина К. Это средство, которым эффективно морят крыс, а крысы умирают от кровотечения. Сейчас варфарин приручили, даёт в малых дозах больным с метральным стенозом средней и тяжёлой степени тяжести, а также больным с протезированным механическим клапаном. Варфарин широко популярен и хорошо изучен. Основной недостаток варфарина – узкое терапевтическое окно, что даже небольшая передозировка может вызвать кровотечение. Суточная потребность варфарине может колебаться от 0,5 мг до 10 мг. Известный случай использован варфарина даже 200 мг в сутки. У варфарина есть нелинейные эффекты. Колебание активности зависит от партии препарата, связанного с продуктами питания и лекарственными препаратами. Контроль эффективности терапии варфарином проводят по величине международного нормализованного отношения. Господи, что же это такое? Коротко говоря, чем выше значение МНО, тем меньше свёртываемость, а чем ниже значение, тем, соответственно, свёртываемость выше. Следующая группа антикоагулянтов – это новые непрямые пероральные антикоагулянты. Они используются при неклапанной фибрилляции предсердия. Эти препараты удобны и практичны. Их приём не требует контроля в лаборатории и не надо титровать дозу. Они не взаимодействуют с продуктным питанием. Антикоагулянтная защита основана в большей степени на вере врача и пациента в успех. Проверить нельзя, а принимать надо. Эти препараты делятся на две группы – гатраны и ксабаны. У препаратов этой группы есть ограничения. Больные с ревматическим пороком сердца, потому что, как мы помним, именно им нужно принимать варфарин. При наличии почечной недостаточной не используются эти препараты при тромбозе, полости левого желудочка. Стандартная доза бигатрана – 150 мг 2 раза в сутки, вне зависимости от приёма пищи. Доза должна быть уменьшена до 110 мг при низком кровотечении. Ксарелта – стандартная доза 20 мг во время еды. При хронической почечной недостаточности доза должна быть уменьшена. Апексабан – стандартная доза 5 мг дважды. А снижение дозы требуется, если есть два признака из трёх – возраст, больше 80 лет, высокий креатинин и масса тела меньше 60 кг. Эдуксабан – представлен с собой пероральный обратимый прямой ингибитор 10-го фактора, который не зарегистрирован в России. Для повышения эффективности, что важно, использование рекомендуется в полной дозе. С чего начать мы поняли, но как выбрать? Принципиально существуют две стратегии лечения фибрилляции предсердий. Контроль ритма, то есть восстановление синусового ритма, и контроль частоты, то есть сохранение ритмии. В настоящее время нет доказанных преимуществ какой-либо из этих стратегий в отношении продолжительности жизни и осложнений. Выбор стратегии определяется индивидуально, в зависимости от характера ритмии, субъективных предпочтений врача и пациента. Предлагаем следующий разумный подход – сначала попробовать восстановить ритм, но при этом восстановление ритма любой ценой – очень опасный путь. Контроль ритма, восстановление и попытка сохранения синусового ритма. Синусовый ритм всегда лучше ритмии. Главный аргумент для восстановления ритма – это плохая переносимость ритмии, появление сердечной недостаточности. На слайде представлена шкала ЕХРА. Благодаря этой шкале я обосновываю свою лечебную тактику. Очевидно, что для больных третьим и четвертым классом, только тогда, когда происходит нарушение нормальной жизнедеятельности человека, то необходимо восстанавливать ритм, и это жизненно важно. А с первым и вторым классом можно проявить гибкость. При восстановлении ритма антикоагулянтная терапия должна быть назначена всем. При длительных нарушениях ритма меньше двух суток восстанавливаем ритм сразу без длительной подготовки. При нестабильности гемодинамики возможно восстановление ритма по жизненным показаниям. Следующая стратегия – контроль частоты, то есть сохранение аритмии с урежением ЧСС. Используется при малосимптомной фибрилляции предсердий или неэффективности восстановления ритма. Лечение, все мы знаем, начинают с бета-блокаторов или блокаторов кальциевых каналов, затем добавляют дегоксин, и очень редко используется аммиадарон с учетом его побочных эффектов. Кровотечение – закономерное следствие антикоагуляции. Риски кровотечения совпадают с рисками эмболии, и часть рисков можно попытаться уменьшить. Другую часть надо корректировать. Можно попробовать во всяком случае. Если исправить риски невозможно, то их надо учитывать. Просто учитывать при выборе наиболее безопасного антикоагулянта. Лучше предотвратить кровотечение, чем его лечить. Длительное кровотечение встречается крайне редко. Золотое правило профилактики – без необходимости не комбинировать антикоагулянты и антиагреганты. Желудочно-кишечный тракт, как известно, наиболее частый источник кровотечения. Например, добегатран содержит винную кислоту, которая оказывает прямое повреждающее действие на слизистую желудка. И, возможно, это будет явиться источником кровотечения. Недавно появился антидот добегатрана, что повысило безнапазность использования новых антикоагулянтов. Существует специфический антидот варфарина. Самое интересное в частностях. Тромболизис надёжно ушёл из кардиологии. Тромбы при фибрилляции предсердия и трепетании предсердия образуются равновероятно. Поэтому проведение антикоагулянтной терапии необходимо в обоих случаях. Риск эмболии зависит не от вида аритмии, что важно, а зависит от количества баллов по шкале Чарльз-Васк, который мы эффективно овладели. Внутримушечные уколы у больных с фибрилляцией предсердия не используются. Но мне кажется, что не используются вообще. Самое опасное, когда у больного с протезометрального клапана и высоким риском эмболии возникает кровотечение. Только искусный справляется с ним. На слайде подробная инструкция. При романтическом пороге у беременных должна быть назначена антикоагулянтная терапия. Эноксипарин – самый безопасный и используемый. Варфарин нельзя использовать, так как он обладает тератогенным эффектом, особенно в первый триместр беременности. При плановом стентировании антикоагулянтная терапия дополняется аспирином и клапидогрелем. Это трио. У кардиологов называется тройная терапия. Но это сочетание сразу повышает риск кровотечения в несколько десятков раз. При этом важно знать, что тройная терапия не рекомендована с тикогрелором и просугрелем, а используется только с клапидогрелем. Плановый и экстренно стентированный имеет разные схемы комбинирования антикоагулянтов и антиагрегантов. Схемы, на которые можно ориентироваться, предоставлены здесь. Новые антикоагулянты в составе тройной терапии могут быть использованы, но доза их должна быть уменьшена. В пожилом возрасте риск имболии повышается. Сразу, как мы помним, добавляется 2 балла по шкале ЧАРС-ВАСК. Значит, нужно давать антикоагулянты больным всем обязательно. Опыт показывает, что применение антикоагулянтов у пожилых имеет свои особенности. Во-первых, повышается чувствительность к антикоагулянтам, а значит, доза должна быть уменьшена. Повышается риск лекарственных взаимодействий, ведь пожилые принимают много препаратов, а пожилые люди чаще падают. В отличие от больных с плановым стентированием, при остром коронарном синдроме тройная терапия назначается на более длительный срок. На этом слайде представлена схема лечения больных с фибрилляцией предсердия и острым коронарным синдромом. Тактика при операциях зависит от соотношения риска, эмболии и кровотечения. Частота больших кровотечений на фоне антикоагулянта не превышает 5%. Коронарография, лучевым доступом, стентирование, установка кардиостимулятора не требуют отмены антикоагулянтов. При необходимости отмены варфарина перед операцией используется принцип антикоагулянтного моста. Антикоагулянтный мост – это терапия любыми гепаринами на период отмены варфарина или новых антикоагулянтов. Особенности терапии моста представлены на слайде. Новые антикоагулянты, как правило, не требуют терапии моста. Обычно антикоагулянты не прерываются надолго и возобновляются в период от 3 до 12 дней после ишемического инсульта. Наконец, нашлась ниша для аспирина, особенно если нельзя антикоагулянты. Специальных исследований по антикоагулянтной терапии после внутричерепного кровотечения нет. При необходимости продолжения терапии варфарином необходимо устранить причину кровотечения. Краткий обзор использования антикоагулянтов при геморрагическом кровоизлиянии на слайде. Вот и всё, господа. Время вышло. Спасибо. 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 Спасибо.